Привет, друзья! Сегодня приготовим с вами очень простое, очень быстрое и сытное блюдо. Очень вкусно и легко приготовить. Я думаю, многие из вас уже его готовили. Это ленивые голубцы. Сегодня покажу, как готовлю их я. Получается очень вкусно. Для начала я беру капусту. У меня ушло 600 грамм уже именно насеченной капусты. Вы видите, разрезаю ее на 4 части, удаляю вот эту вот сердцевинку с нее. Затем разрезаю еще капусту на 3 части и нарезаю вот такими вот штучками. Можно нарезать кубиками, можно нарезать соломкой, в общем, как вы хотите. На сковороду добавляю немного растительного масла, отправляю туда на средний огонь капусту и пассирую ее немножечко, чтобы она подзаглотилась, но по-быстрому. Долго не делаем этого. Отправляю это все в кастрюльку. Наверх на капусту укладываю отваренный до полуготовности рис. У меня ушло 350 грамм уже подваренного риса. Далее поджариваю на большом огне немножечко фар, чтобы он посветлел или поджарился, если так получится. И отправляем его наверх на рис. Затем приготовим поджарку. Для этого целую луковицу нарезаю мелко, отправляю на сковороду пассироваться. На крупной терке натираю морковь, отправляю также к луку. Немножечко пассирую все это вместе и мне в этот раз захотелось добавить еще немножечко болгарского перца, у меня был замороженный. Можно его не добавлять, вообще не принципиально. И затем уже добавляю сюда томатный сок, либо перекрученные помидоры, у кого что есть. Можно также развести томатную пасту, если хотите. Доводим эту смесь до кипения. Если хотите, можно добавить сюда немножечко сахара, лимонной кислоты по вкусу именно на данном этапе. Теперь уже возвращаемся к нашей кастрюльке со всеми продуктами. Присаливаем по вкусу, добавляем перчик. Также я сюда отправляю поджарку полностью весь соус этот наверх. И вставляю еще 2 лаврушечки. Кастрюлька у меня это где-то 3-3,5 литра, чтобы вы понимали объем. Отправляю на маленький огонь и тушу где-то вот после закипания еще минут 10-15. Капуста пустит еще свой сок, мясо еще немножечко даст свой сок. Перемешиваю и отправляю еще немножечко потушиться. Просто, чтобы проготовились все продукты. Не нужно тушить очень долго, но буквально еще минут 15. И все, собственно, уже все у нас потом готово. Можно добавить какой-то зеленушки еще сверху. Все очень просто, быстро, легко и очень вкусно. Обязательно пробуйте и жду ваши комментарии под видео. С вами был Кекс, друзья, до новых встреч, пока-пока!